Дмитрий Серебряков 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 уникального в общем-то принципов реабилитации немножко о выступлении наших ребят на всероссийской спартакиаде среди детей с проезжением упорно-двигательного аппарата как они выступили классное событие раменской конец июля начала августа вообще соревнованием по идее не допускаются профессионалы то есть разрядники член сборной команд российской федерации в общем это такой второй эшелон где-то может даже третий эшелон который начинают подключаться к спорту ребятишки до 18 лет у нас выехал делегация которая участвовала в бадминтоне в настольном теннисе в легкой атлетике и здесь мальчишки и девчонки себя впервые вообще пробовали спортивной состязательности я уверен что именно такими встрясками особенно связано с выездом и формируется такой спортивный ген который в дальнейшем всю жизнь позволит им оставаться в спортивном строю быть спортсменом может быть даже профессионалом нас мальчишки завоевали первые места в бадминтоне настольном теннисе был еще также интересный вид спорта спортивное ориентирование летние и кирилл перевозчиков миша лавренчихин завоевали первые места но большие надежды я думаю что через несколько лет мы услышим это влад лаврентьев который в общем-то уникальный универсальный спортсмен которого отметил руководитель прописка комитета россии павел рожков сказал что у этого парня серьезное будущее дмитрий а какие виды вы еще себя в чем принять себя вы еще пробуйте кроме пауэрлифтинг а вот на дне физкультурника я видела что вы выступали с нашими ведущими воде билдер и модульти да мы с федерации по до президента стираться под это прежде погоде налетируем у нас уже давно была идея сделать в мухте бодибилдинг среди колясочек а вот и вот мы решили осуществить это и в таком формате да пока в таком формате сделать показатели не танцами презентацию бодибилдинг бодибилдинга среди инвалидов как думаете популярны будет до пуль уже есть у нас хочет заниматься этим видом у нас вот буквально это в зоопарке мы с одной девочкой вот у нас есть она занимается тоже пароль про лифтингом тренажерный зал увидела мои фотографии как будто я хочу из бикини быть я давай креативные идеи отражение ребята есть кто поддерживает сам дима готов показать себя и действительно в рамках празднования физкультурника среди нам было хорошее шоу я верю что это шоу будет развиваться и вы будете наверное востребованы вообще по всей стране потому что креативные сильные ребята и ты ходя на коляске и показывая в общем-то свою мускулатуру свою физическую форму наверняка позываешь для тех кто сидит дома пока еще может где-то закрепощен в опорно-двигательном режиме раскрепоститься взять штангу в руки гантелей позаниматься и в общем-то получать радость и удовольствие счастье даже от занятий спортом да конечно полученные перспективы какие старты какие проекты впереди мы инвалидную тематику сопровождаем на многих событиях это и в рамках дня празднования инвалидов это и все российские праздники которые в течение года стартуют хочу еще сказать что зимой мы провели в первую зимнюю спартакиаду инвалидов 15 февраля по зимним спортом то есть мы здесь в общем-то пойдем по пути зима-лета каждый год и на будущий год мы обязательно будем планировать и зимнюю и летнюю кроме того 14 субъектов российской федерации сейчас реализуют опробование замечательного физкультурно-спортивного комплекса gto всероссийского проекта который в общем-то ориентированный инвалидов по группам опорников по группам ментальщиков по группам слабовидящих или слепых людей и глухих или слабо слышащих в общем мы сделали пробационный материал создали в минспорт россии вместе с научными институтами федерального значения исследуют сегодня протоколы результаты возможно будут какие-то коррективы они обязательно будут и я думаю что с 18 года с 18 года в общем-то уже будет второй виток четырехлетней активности проекта подключиться инвалиды что ж удачи и спасибо что пришли к нам студию ну а я уважаемые телезрители с вами прощаюсь до встречи ровно через неделю спасибо вам а